Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я бы хотел показать им еще оставшуюся часть уровня Она тут в принципе не такая же большая Где-то здесь она как раз и заканчивается Так, ну тут еще баррикады какие-то поставили Там у нас разгорается война, всю катушку Как видите, там взрывы всякие разные разносятся Артиллерия стреляет Да, пока что попасть туда не сможем Можно даже не пытаться припрыгнуть через эти баррикады Потому что тут у нас на самом-то деле стоит невидимая стена, судя по всему И вот эти перекладины Они на самом деле прозрачные Так что не пытайтесь на них как-то запрыгнуть Да, потому что можно попробовать запрыгнуть От того же самого крестоносца Вы просто будете через него пролетать Так, ну ладно Здесь у нас находится еще одно сохранение, если кому-то нужно будет Но мы между тем пойдем уже к нашему кораблю К этим массивным воротам Так, они у нас так эпично открываются Тут еще лифт такой имеется, который нас судя по всему наверх доставит Еще музычка такая прикольная заиграла Как раз для лифта подходит Хотя, как ни странно, она будет еще и в цитадель играть Да, кстати говоря, именно так выглядит наш корабль Весьма так необычно Ничем-то на гигантскую ракушку похоже Вот как видите Так, ну а наш цитадель находится вот здесь Такой отпарящий остров С льянами еще какими-то Ну, может быть, это не просто какой-то парящий замок, а именно остров Что было бы довольно очевидно Так, ну ладно, давайте все-таки забираться на наш корабль Заодно познакомимся тут с пилотом, которого тут управляет А, погодите-ка Ага Я тут вижу чьи-то ноги Отлично Забираемся Ага, здрасте Ваши ноги мы уже видели, госпожа Эрин Ну, разумеется Блин, ребят, я уже забыл, как и на Балтуне-то на самом деле была Поэтому придется ее как-то выслушать Отправьте нас уже к цитадели, ё-моё Да, согласен Ну что ж, наконец-то закончился ее текст Соответственно, мы сможем уже полететь К нашему месту назначения Судя по всему, этот корабль управляется с помощью кристалла И, как видите, тут такая очень прикольная картиночка Летаем мы на этой гигантской ракушке Рядом с нами какие-то планеты еще летают И цитадель сама Уж не знаю, что это на самом деле, может быть, это не то, что планета А скорее какие-то именно сферы Ну просто не знаю Можно ли как-то увидеть планеты на таком низком расстоянии Желаю нам тут удачи цитадели Она мне тут еще точно поможет, будьте уверены Особенно в одном месте Цитадель еще иногда любит подлагивать, как видите Так что не стоит об этом забывать Встречает нас на пятке это каменное лицо Селестия Говорит нам, чтобы мы ее встретили Точнее, она нас увидит троном в зале Так, а тут у нас находится еще один корабль Правда, пока что он у нас не рабочий Находится в ремонте Поэтому если нам нужно куда-то улететь Тогда нам стоит попросить Эрин об этой услуге Так, ну давайте что ли отправляться к Селестии дальше По этому длинному коридорчику Насколько я понимаю, нам нужно будет забраться наверх На второй этаж, я так полагаю Если так можно, конечно, выразиться Так, ну в этот коридорчик мы попадем уже чуть позже Как только возьмем еще на побочное задание Да, есть в этой игре еще побочное задание Помимо основных Не так, как, скажем, пока версии той же самой Да, тут еще постоянно все патрули ходят Крестоносцев Соответственно, крепость достаточно так хорошо защищена Точнее, цитадель Так И, насколько я понимаю, побочное задание Даст нам вот этот паренек Вот этот стражник Так И что он от нас требует? Требует он от нас, чтобы мы Попали к его братцу, который работает в тюрьме И нам нужно будет взять от него деньги, которые тот ему проиграл В одной Игре, стало быть И Тот тюремщик никак не хочет отдавать их Николаю Потому что он все-таки работает в тюрьме Никак не хочет уходить с поста Хотя это, возможно, просто Обманывает его Как бы такой предлог, чтобы деньги не отдавать Все дела Ну, тем не менее Мы, конечно, соглашаемся ему помочь Стражник, если что, зовут Джонатан Полезные сведения Пригодятся наверняка Но мы между тем продолжаем эти кселестии Опять-таки По этим бесконечным коридорам просто Да, кстати говоря, с этого моста я бы, конечно, прыгать не советовал бы Иначе сами знаете, чем это может закончиться Так, ну можно так же попрыгать, чтобы немножечко ускориться Тут еще пушку зачем-то поставили Перед тронным залом Ну, тронный зал находится, в принципе, вот здесь Если я правильно помню Да, вот она, та самая красная ковровая дорожка Я ее точно ничем не спутаю И, знаете, я вообще не понимаю, зачем нужны все эти длинные коридоры Перед тронным залом Я, конечно, понимаю то, что Селестия на нас как бы колдунья Нам у нас может телепортироваться Ну, зачем это делать для обычного народа? Для тех же крестоносцев, например Так, ну здесь у нас находится королевский спальня, судя по всему Поэтому попасть нам туда не сможем Хотя я не понимаю, что там может быть такое запретно, что нас туда не пускают Неужели мы не можем просто посмотреть на кровати? И все такое Так, ну ладно Давайте поговорим все-таки с Селестией Посмотрим, что нам тут предложат Какое-нибудь задание А, ну разумеется, новое задание, о чем я и говорил Так, она нам также предлагает помощь в задании Можно будет сходить в местный магазинчик Там попросить продавщицу дать нам бесплатный мечик Доспехи, точнее броню и щит Правда, броня и щит у нас уже есть Причем щит будет даже покруче Но отмечен, конечно, не помешает Гораздо лучшее было вы будет бить то же самое Так, и задание нам диктует капитан Урса Нам нужно будет пойти к королю гномов Заключить там с гномами союз Чтобы они помогали все-таки Крестоносцам в борьбе против региона падших Да, вот действительно интересно Зачем все-таки именно нас посылать на это задание Хотя с этим заданием прекрасно справится Урса Это все-таки политика Как раз таки для капитана подходит А не для какого-нибудь там рядового крестоносца Так, и нам нужно будет попасть, судя по всему, в закатный лес Или как-то так он называется Который находится рядом с Карантой Ария нас, по идее, должна тут будет туда отправить И теперь давайте, что ли, почитаем все эти плашки Все-таки тут написано достаточно много интересных вещей Что нас будет поджидать по игре Так, и тут у нас говорится о гномах Гномы пришли с востока долгое время назад И разрыли карантские шахты в глубине обширных гор Там они нашли богатые залежи минералов И, помимо всего прочего, встретили вулканическую активность И опасность из глубин земли Так, существование у них довольно опасное Однако в то же время и прибыльное Но большинству гномов это как раз нравится Поэтому они с удовольствием приветствуют Множество путешественников в своих грандиозных золах Так вот необычно родятся эти гномы С которыми придется еще союз заключать Так, Цитадель одна из старейших крепостей Только известных историй Некоторые говорят, что ее корни уходят самим древним Когда они правили этим миром Веками ведомый орденом монахов Ордень Цитадели Так, всегда был секретным и замкнутым Это две крепости построены для защиты от атаки снаружи и изнутри Поэтому многие, конечно, интересуются, что же может атаковать эту крепость изнутри То есть, ребят, чувствуйте, чем дело-то пахнет Чем-то горелым на самом-то деле Так, тут у нас говорится о лесе, которая прилегает между Цитаделью и Карантой То есть тот самый закатный лес, который нам тут предупреждал Целестия И, по-моему, всяких прочих секретов Этот лес также скрывает и такую благородную расу, как Даширы Ну, Даширы, насколько я помню, то что-то среднее между ящером и птицей Как-то так Но, в всяком случае, чем-то похоже Такие вот у нас там необычные люди будут поджидать Дикие И Даширы, они известны тем, что они не любят Разговаривают с незнакомцами Со всякими там людьми или гномами Поэтому они чаще всего и на них нападают Ну что ж, будем знать Какие опасности нас в этом лесу будут поджидать Так, а тут нас Поджидает еще одна плашка, на которой написано О ледниках То есть это ледяная пустыня, которая находится к югу от обширных гор То есть там, где поселились гномы И туда обычно чаще всего ездят приключенцы всякие разные На своих кораблях воздушных Правда, никакие корабли оттуда еще не возвращались Ходят также слухи о том, что там обитают всякие разные Загадочные гигантские ледяные существа Но также там находятся отголоски технологий древних Правда, этим докладам никогда не стоит верить Потому что это еще не было доказано То, что это действительно там и находится Ну, во всяком случае, мы туда еще отправимся, я так полагаю Ближе под конец игры Может быть даже под конец середины игры Если так можно выразиться, конечно Ну, короче говоря, нам туда пока что-то не стоит Пока что мы идем в тюрьму Будем сейчас выполнять наше побочное задание Путь нам предстоит не близкий, знаете ли? Поэтому давайте немножечко ускоримся Так, ну вот мы снова в этом большом зале Так же давайте сейчас прыгнем И нам нужно будет идти, насколько я понимаю, вот сюда То есть куда мы изначально уже хотели пойти Да, кстати, я вроде бы только сейчас обратил внимание на то, что тут еще какое-то стекло находится Уж не знаю, как тут крестоносцы вообще по нему ходят При этом даже не проваливаются Хотя они чаще всего именно в лату ходят Ну ладно Может быть это стекло сверхпрочное Так, ну давайте сейчас будем бочки разбивать Наверняка что-то полезное тут найдем Так, тут мы находим несколько топориков, так полагая, метательных Так, этот ящик и бочку мы не трогаем Потому что они у нас взорвутся Пуски у нас, кстати говоря, тут еще для красоты стоят Не стреляют они у нас Так, тут ничего нету Эту бочку мы тоже не трогаем Потому что она тоже взорвется такая вот Коричневая, с крестика Так, а тут что? Тут пусто Наверное не стоило даже их трогать Это все-таки было немножечко рискованно Тут мы уходим немножечко золото и два камня Камня духа Тут пусто Еще одна бочка Ну, пей ее Ага, тут у нас ничего нету Зато мы получили новый ранг булавы Уже четвертый по счету Правда, булавы почти пользоваться не буду по игре Слушайте, оружие-то весьма слабенькое Ну, давайте тогда что ли сойдем в тюрьму Поговорим с братом Джонатаном Заберем от него золото Которое предназначалось для Николая Так, ну вот он в принципе и брат Джонатан Давайте поговорим с ним Так Пришли мы, значит, за ним, чтобы забрать его золото Как он нам говорит, он вернет деньги чуть позже Потому что он сейчас у нас на дежурстве Ну, понятное дело, знаем уже все эти приколы То, что он нас опять-таки хочет обмануть Поэтому мы начинаем его тут запугивать То, что тут достаточно тихо В этом уголке Поэтому если мы его убьем, тогда Никто даже его крика тут не услышит Кроме этих Заключенных Так, ну и что теперь-то скажешь? Ну, а теперь он дает нам золото Интересно, конечно, почему он не смог над ним на моего раньше Точнее, его брату Ну, тем не менее Золото у нас все-таки уже есть Честно говоря, его никогда не тратил Обычно всегда давал этому Николаю Может быть, вам будет самим интересным Проверите Ну, во всяком случае Это Джонатон Дело там еще предупреждено То, что эти заключенные тут Со скверным нравом Поэтому не стоит доверять Тому, что они тут вообще говорят Так, ну эти Дваждарожденные У нас тут вообще молчливые Товарищи Вот этот темный маг Наверняка нам что-нибудь скажет Это, кстати говоря, будет уже новый противник С которым мы еще не скоро встретимся Называет нас Шрамовна И говорит то, что его победитель Получит особое удовольствие Когда нас снова встретит Наши старания уже изначально Обречены То есть нам нужно будет бежать Как можно скорее Нам не выиграть В этом бою бесконечно Ну, как обычно Нас тут начинают запугивать Эти темные услуги Некроса Не стоит им, конечно, прислушиваться Нам стоит делать Как мы считаем нужным Все-таки мы крестоносцы Что-то как-то тут играл Немножечко медленнее стало Возможно, оно и к лучшему Потому что дальше Нас будет поджидать тренировочный зал Где можно будет, конечно, взять Одно новое заклинание Правда, перед этим Нас будет поджидать еще одно испытание Как вы понимаете Взять это заклинание Будет не так уж и просто Так, ну тут у нас находятся бараки Судя по всему для крестоносцев Честно говоря, не хотел бы тут спать Вот на этих Каменных ступеньках Пойдемте дальше Так, и собственно говоря Именно здесь находится Наш тренировочный зал Такая вот арена Где повсюду летают эти Платформы И нам нужно будет как-то достать Вот это заклинание Которое парит вот здесь Ну, я думаю, вы его уже видели Так что тут придется, конечно, Немножечко попрыгать Так, ну давайте подождем Нашу платформу Прыгаем Затем сюда Сюда Только не падай Блин, ну ладно Попробуем еще раз Попытка не пытка Что называется И знаете, ребят Тут, конечно, в ту пропасть Которая находится вот здесь Если бы вам падать Не советовала бы Немногие, наверное, даже заметили Но если вы в нее попадете Тогда вам придется уже Начинать с последнего места Сохранения А мы-то даже не сохранялись Хочу вам сказать Так что это будет Довольно-таки опасно Но тем не менее Мы заклинание уже свое взяли Заклинание заморозки Заклинание очень полезное Скажу я вам Особенно по началу В целом по себе Заклинание-то, в принципе, безобидно Так что могу его продемонстрировать На одном стражнике Скажем, вот этом Давайте выберем, в принципе, заклинание В скором будущем Но мне еще пригодится Так Ну так, как видите Все противники Которые будут стоять рядом с нами Они будут уже автоматически Замораживаться на какое-то время Поэтому мы сможем их безнаказанно бить Ну или даже заморозить их Кто будет нас отвлекать И сконцентрировать Все атаки на каком-то одном противнике Ну, как вы понимаете Это заклинание не будет действовать На каких-нибудь ледяных Мы все-таки скоро уже отправимся В ледяке, так полагаю Поэтому там это заклинание Будет чуть более чем бесполезно Так, ну а нам нужно будет Идти уже обратно к Николаю Чтобы получать свою награду Так, ну там кто-то рассказывает Что лежит в этом коридоре Точнее, за ним А именно Бараки Интериорочная арена И тюрьма А наверху находится Дронный зал Ну, принципе, мы там уже побывали Замечательное было место Во всяком случае Тут ничего полезного, конечно, не увидел В этом сообщении Ну, тем не менее Давайте поговорим все-таки с Николаем Да, мы принесли ему деньги все-таки И что теперь? Ну, он отдает теперь Какой-то огненный камень Который мы должны будем отдать Следующему брату Которого зовут Петрос Он будет находиться В местном магазинчике Мы, в принципе, туда как раз отправляемся Так что нам по пути И в награду За этот камень Он наверняка что-нибудь нам даст Что-нибудь хорошее Все-таки этот камень является Знаком того, что мы помогаем Николаю Или кому-то из этих братьев Так, а что здесь находится? Ага, проход Копью Света Так, и что это? Блин, не успел прочитать Ну, короче говоря, там было написано То, что это было оружие Массовое разрушение Может быть Для массового разрушения Легиона падших Ну, во всяком случае Это оружие достаточно такое мощное Так что Если быть неосторожным Оно может также убить и друга Не знаю даже Что оно может из себя представлять Может быть Это какая-то там пушка стоит Очень мощная Но придет время Еще узнаем Так, ну тут опять-таки Любит игрок, конечно, подлагивать В этом магазинчике Придется, конечно Немножечко подождать Так Так, и мы здесь встречаем Петроса Хотя мы, конечно, повернуты к нему спиной Поэтому я не понимаю, как мы тут разговариваем Так Отдаем ему камень Посмотрим, что нам теперь скажут Так Спрашивают, что нужно Николаю Ничего особого Ну просто сказал то, что То, что мы к тебе заклинули Когда нам предоставится возможность Чтобы ты нам что-нибудь полезное такое дал Так Так И Петрос говорит, что мы наверняка просто помогли Этому Николаю золотом Либо девушками Чем-то одним из двух Ну Во всяком случае Он наверняка подыщет Чтобы Что нам может Передать Ну так же Тут еще была шуточка Про Джоната То, что он весь такой щедрый Ну Само-то отдельно Такой же плохой Если его получше узнать Так Ага Ну дает Он нам значит свой топорик Если что Он потом еще один возьмет У местной продавщицы Так что тут ничего страшного нету Так А тут что находится Ну Судя по всему Здесь находится кристалл Который управляет цитаделью Чтобы она летела В какую-то определенную сторону Такие вот здесь Технологии местные Магические Ага Привет Каренда Местная продавщица Которая по идее Должна нам дать Новый мечик Так Ну Давай Отлично Получили мы значит Стартовую экипировку Теперь мы уже готовы К приключениям Хотя мы и до этого Будем уже готовы Потому что у нас все-таки Была та же самая броня Да еще и получше Ну Короче говоря У нас Новое оружие-то не достает Только вот Боевого молота Ну Потом получим уже Следующую локацию Считайте Так что тут ничего страшного нету Качество оружия Пожалуй Восьмой тот же допорик Потому что он будет бить По стене этого же меча Особенно Если честно что мы будем Драться именно Усиленными ударами С воздуха Так Ну и давайте что ли Закупим все тут Зельями Блин Чуть не ударил Тут продавщицу Так Сколько у нас теперь Этих зелий Двадцать один Давайте что ли Еще четыре штучки Купим Чтобы было такое Красивое число Не знаю Сколько мне там Золота осталось Так И тут у нас Находятся еще Всякие разные руны Это у нас руны на разум Потом еще Там у нас находятся Руны на тело То есть на броню Там на оружие И знаете что Самое гадостное Вы Кристаллы разума Никогда не получите То есть Вы получите на самом деле Только к концу игры Когда вы в магазин Уже Обратно не вернетесь То есть эти руны Получается можно будет взять Только выполняя какие-то задания Или с кем-то разговаривая Например вот эту Вот эту Можно будет получить Только Под конец игры Когда вы будете там С гномом о нем разговаривать Так И на самом деле Не знаю как можно будет Получить по игре Вот эту руну Например Это единственная руна Которая вообще не дает мне покоя Руна в Кварити Как вообще можно будет найти По игре Поэтому если кто ее находил То пожалуйста отпишитесь Я буду вам просто благодарен Это будет просто Не знаю Это просто вопрос жизни и смерти Где она может находиться Но тем не менее Давайте возвращаться обратно В принципе Мы в магазине уже Все свои дела сделали Больше мы там брать Ничего не будем Готовы мы к походу В закатный лес И теперь давайте В очередной раз ускоряться Чтобы добраться До нашего корабля Так Ну вот мы снова на месте Пришли мы значит К нашему кораблю Ну и теперь давайте Отправляться в закатный лес Уполнять задание Про гномов Все Полетели Ну вот как видите Еще одна такая прикольная Картиночка Спрятались мы Около костра с дашерами Именно так они выглядят Не так как в ПК-версии Опять-таки Немножечко у них там Все-таки модели-то Отличаются Так и Путь дальше Каранда будет лежать Прямо по дороге То есть нам не стоит С нее сворачивать Просто идти прямо надо Потому что Если мы завернем Какой-нибудь угол Тогда нас обязательно Там встретит Какой-нибудь дашер И бьет Хотя на самом-то деле Эти противники тут Не такие уж и мощные То есть если у вас будет Заморозка И если вы знаете Трюк с усиленным ударом Тогда местные противники Вам же не статают проблем Хотя я тут В одном из прохождений Как-то слышал такое То что эти противники Якобы неубиваемые По началу игры Не стоит с ними Вообще связываться Ну это знаем Тут как все на самом деле Может были даже По этим грибам Попрыгать Правда через эти Лесные ограды Припрыгнуть уже не получится Потому что там будет Понятное дело Стоять невидимая стена Ну возможно Я вам это даже Продемонстрирую Давайте попробуем На этот гриб Запрыгнуть Ну да Может быть отсюда прыгнуть Попытаться Правда это у нас не получится Мы тут только здоровье потеряли Так Ну ладно Пойдемте дальше Как нам сказали Пусть Каранду будет лежать Просто дальше по дороге Ну наконец-то Заиграла уже Хотя бы какая-то музычка Энергичная такая Заводящая Топорики тут еще Можно будет взять И Тут еще какая-то Паутина стоит Правда туда мы сможем попасть Где-то под конец игры Считаете Уже после ледников Насколько я понимаю Немножечко конечно Проспойлерил Но тем не менее Я думаю Некоторым конечно Это стоило бы знать Что там может находиться Так Ну тоже мы уже почти на месте Именно тут находится Проход к доме город Правда я туда пока-же не пойду Потому что хочу еще Уничтожить тут всех противников В этом лесу Все-таки лес тут не такой же большой На самом-то деле Хотя может показаться запутанно Ну тут у нас находится еще на сохранении И я также тут подобрал Новый предмет Так погодите-ка Ну в принципе вот он Это у нас фрукт дашеров Которые позволяют нам Немножечко быстрее бегать Так ну давайте Так же выберем зелье магии Так полагаю Или даже вот это зелье Полного восстановления Потому что дальше У нас будет ожидать Уже первый противник В этом лесу Это как вы понимаете Дашер Заморозим его Ага Не заморозили Ну в принципе Они бьются не так уж и сильно Первый по крайней мере Где-то три удара Они уже должны лечь Точнее он Ау Так подлечимся Пьем Ага Убили Получаем еще какую-то пыль Пыль исчезновей Насколько я понимаю Как-то так она переводится И так же Ну модификатор Модификатор на тело Чем этот модификатор Будет вообще полезен Так это тем что он будет Наносить дамаг от тела И во вторых Он будет немножечко Увеличить наше здоровье И чем больше он будет Пониматься по уровню Тем у нас будет больше здоровья Вот так вот как-то То есть модификатор На самом деле Довольно-таки полезный Ага Он использовал Свою уже пыль Как бы так ее назвать-то Пыль исчезновения Как я вроде бы называл Не знаю точно Название слова Вениш Так ну возвращайся уже Наконец Я хочу получить за тебя Свой опыт У него по идее Уже не так уж Нога здоровья осталось Так что не понимает Почему он от нас убегает уже Он должен сражаться До последнего Так ну получаем Так что новый уровень Немножечко золота Топуриков Все дела Посмотрим что будет Поджидать нас дальше Дальше нас будет Поджидать его Товарищ Тоже не очень сильный Потому что будут Еще дашеры посильнее Гораздо посильнее Причем Совсем скоро даже Так еще больше топуриков И тут также на этом дереве Находится Еще один Фрукт или Орех дашеров Который будет нас ускорять Я думаю его немного И конечно заметили Но тем не менее Пойдемте теперь Пожалуй сюда Тут нас будет поджидать Еще один новый противник Дашер громила У которых еще больше здоровья Больше дамага И они почему-то каждый раз Перед тем как ударять Они делают какой-то ритуальный танец Судя по всему Так давайте Так же немножечко Подлечимся Ага Вовремя мы это сделали Почему-то они еще постоянно Тут смеются Злодеи такие Кстати я тут еще Забыл этого надеть Ау Ну давайте тут еще Действительно Вместе с дрейком Покричим Замораживает его уже Отлично Ну что ж Ну что ж Как видите Тут противники В принципе не так уж Сильные На самом-то деле Главное тут только Не тупить Вовремя Переколдовывать Эту заморозку И все тогда Можно выходить Из боя С минимальными Потерями здоровья Так Эту мы тут же Заморозим Получаем так же Новый ранг Заморозки Неплохо так Будет действовать Несколько дальше Да и Подольше замораживает Насколько я понимаю Так Давай подлечимся В принципе У нас магия уже закончилась Пойдем Хватит смеяться Владей Получаем так же Новый ранг Это пора Еще игра тут Немножечко подлагивает Что конечно Не играет Не на руку Знаете ли Опять этот Дашер У нас танцует Свой ритуальный танец Любимый Били его Наконец-то Того жердея Пойдемте дальше Посмотрим Что нас будет Еще поджидать Из неприятного Ага Вот эту пацана Я уже помню Очень хорошую Надо сказать Меллай Потому что он будет Колдовать Свои любимые Заклинания Осинного роя Ну на всяком случае То не делал Почему-то Мне считать повезло Ай Так Давай Лечись Быстрее Есть Фух Это было бы риска Он тут еще Свою преграду Сделал Правда Она только Ему еще мешалась Ну так Все Вообще Когда вылет Колдовать Это заклинание Осинного роя Тогда вы можете Просто закрыться Щитом Вылететь Получать меньше Дамага Правда Тут надо Вовремя Еще лечиться Потому что Этиоса Сносит На такой Шехил И дамаг Так Магия Закончилась И игра Наконец Уже Отлагала Возможно Так Окей Подлечим Нашу Магию Снова Колдуем Заморозку Так Бьем Его Еще Раз Раз Два Три Ну все Стало быть Эти Дашер У нас валится Где-то С трех ударов Если использовать Наше оружие С телом Так Тут он ничего не хранял Пойдемте дальше В таком случае Тут нас еще один Громил поджидает Вообще Знаете Вот этих ямах Еще сохранить Находится Так что Если как будто Надо будет сохраниться Вы туда спуститесь Пригодится все-таки Наверняка Так Три удара Как мы помним Не больше Еще-то Свой орешек Выбросил На ускорение Ну вроде мы его взяли Точно не увидел Так Магия есть Магии нету Подлечиваемся Тут ничего А тут у нас уже находится Пожалуй такой последний парень Который даже колдовать-то не умеет Так что проблем не составит Можно сказать Все С Дашерами тут уже расправились А дальше Будут встречаться уже Огры И знаете что Я лучше свое оружие тело Сейчас уберу Потому что Огров лучше валить Все-таки без него Уж не знаю По какой причине Но если вы оденете Этот модификатор Тогда Огры будут получать Даже меньше дамага По какой причине Может быть тело их лечит Как бы это конечно Странно не звучало Но во всяком случае Это не трудно было бы Поопределить Потому что у них Все-таки красная Обводочка будет иметься Потому что у них Имеется какое-то сопротивление Вообще Против них Надо использовать Именно земляное оружие После него Они будут разлетаться Просто в пыль И прах Правда Нам бы даже И до этого оружия Знаете ли Так Ну вот Мы же вернулись назад По-моему К этому костру Сейчас пойдем К Ограм Значит Который находится Вот здесь Прям по этой тропинке Вот он уже первый Уже свой текст Тут читает Правда Он нас пока что Даже не видит Как ни странно Так Ну да Огры у нас В принципе Такие медленные Противники Ну вот Где-то после двух ударов Их конечно стоит Как видите Перемораживать Или даже трех Уходим Еще раз уходим Подлечимся Он нас чуть не ударил уже Считайте Ога Убили Хотя я думал То что у него как-то Больше здоровья оставалось Чем на один удар Скажем Ну кстати говоря Мы получаем Также еще один ранг Заморозки Полезно будет В том же городе гномов Например Где тоже будут Свои противники Так Еще один товарищ Не проблема Входим Давай Смораживай Так Ну где-то еще один удар Пожалуйста Воздуха И все Тогда с этим товарищем Уже закончим Ау Без заморозки убили Отлично Давайте также Используем Наше изделие восстановления Так вот Фиолетовое И пойдемте дальше Так тут у нас Никого нету И вообще знаете Вот в этом углу Обычно всегда находятся Какие-нибудь хорошие вещи Так что лучше конечно Обращать внимание От этих грибов Да я думаю Нетрудно тут Не обратить внимание Все-таки место Такое весьма необычное Да и сразу видно Так Я насколько помню За этот камень Вы попадете уже Несколько позже Потом он будет уже Несколько треснуший Там будет еще больше Противников Но пока наше время Еще не пришло Пока что он еще Слишком твердый Для нас Так Отходим Перемораживаем Отлично Так Хватит лагать уже Возможно Мне эту игру Стоит как-то По-другому записывать Чтобы она Меньше лагала Посмотрим Так Сейчас по идее Отступить уже не успею Так тут надо будет Использовать Еще одно зелье Восстановление магии Снова замораживаем Так где-то Два удара Так полагаем Может один Не все-таки два Ну неплохо Неплохо Приспеть золотых Получаем По-моему Они дропы Даже меньше денег Чем за дашеров Какие-то Жадные эти Огры Может быть Они еще больше Нищеброды Кто знает Так Ну Сейчас надо будет Подлечиться Конечно желательно Блин Он мне ударил Даже когда Я находился Сзади Ну офигеть Ух Ну наконец-то Уже лаги прекратились Наши любимые Так Что теперь Очередной зелье Восстановление магии Еще один удар Так полагаем И все тогда Закончили И насколько я понимаю Тут находится Еще один последний Огр Пожалуй В этом лесу Во всяком случае Пока что Потому что Они тут еще Возрадятся Рано или поздно А возможно Это был уже Последний Да Вот эту тюрьму Тоже попадем Чуток позже Ну а так Все С этим лесом Мы уже закончили Возможно На этом уже Стоит Нашу серию Немножечко Престановить Я так полагаю Может будет Еще использовать Наш фрукт Ускорение Чтобы добраться Побыстрее До города гномов И тогда Вот там Попрощаемся Так что Скоро увидимся Так Ну вот Мы уже В принципе Добрались До города гномов Правда Следовать я буду Уже В его следующей серии Пока что Давайте Разбиваем Тут немножечко Бочек Я так полагаю В которых Мы находим Золото И Зелемаги Тут еще больше Полезных предметов Ну и Пожалуй Надо будет Сохраниться Так что Всем спасибо За внимание Мои дорогие друзья С вами был Септ Всем пока и удачи И до скорых встреч В крестоносах Меча и магии